Бережковская набережная А мы сейчас Роберту Юрьевичу покажем состав участников и он прокомментирует, даст оценку как правовед Федосеев Роберт Юрьевич, патентовед, в интернете есть подробная информация Разработчик, самое главное, дешифраторных технологий и дэш-компьютеров Мы делаем заявку, включая сюда физических лиц, представителей частного предпринимательства и государственных участников Тем самым создаем, а там просто адреса, это предложение к заявке Вы включили в заявители вот этих лиц? Да, да, это заявители Это заявители Мы говорим только о заявителе, потому что авторство это отдельно, есть автор и только он это придумал Вот мы тем самым создаем частно, государственные, исключительные, имущественные права Вы согласны с этим? Ну, тут сто-то у вас человек, который будет иметь эти права, что каждый в отдельности Как бы будет только небольшой или какую-то часть А вообще-то это зависит от того, как вы договоритесь между собой Вы можете заключить соглашение о распределении прав, ну, скажем, материальных вознаграждений Предположим, вы будете продавать патент, к примеру, или лицензию на патент, или там какие-то еще действия с этим Нас не деньги влекут, Роберт Георгиевич Да, подождите, но это другой вопрос Мы говорим о том, что здесь отсутствует договора Здесь вот единый договор, начальный договор Всех правных, правных Нет, предположим, что будет присущена на Уминской премии Я условно говорю, да, за это изобретение, да Его деньги надо как-то разделить Дело в том, что вы можете составить такое Жертвуем все деньги, фонд мира, там, детей и так далее, да Вот, может быть, такое соглашение Может быть, так, там, по 50 тысяч долларов на каждого Может быть, такое соглашение Может быть, другое, это не мне решать, это ваше дело Но, наверное, нужны соглашениях много И в соглашении ничего нельзя сделать Надо как-то эти деньги куда-то деть будет Ну, ладно, это, в общем, не очень такой серьезный вопрос Вы это делаете, насколько, если я могу догадываться, значит Для чего? Для того, чтобы, как бы, вот Показать, что вы, как бы, вот Олег, объясните, для чего? Да, или, может быть, как-то вы по-другому оброшите Для детского дома мы создаем внебюджетные источники финансирования Мы включаем его Может быть, это ему поможет, этому детскому дому Совершенно верно Чтобы он получал ройалти от внедрения этой технологии Помните ведомственные детские сады? А, для этого надо же продать Для этого надо продать лицензию или там что-то Совершенно верно Это все экономические модели Их мы не касаемся Мы говорим об основании этих экономических моделей Предметов Вот это есть предмет для экономических моделей Ну да, хорошо Значит, детский дом должен какие-то деньги, может получить вообще в результате этой всей деятельности Какие-то либо деньги Ну, мы моделируем для того, чтобы он получал Деньги Совершенные средства Ну, понимаете, может по-разному получать Я имею в виду, от этого изобретения, если будет Откуда-то можно получить какие-то деньги То в том числе получит детский дом, который здесь есть Совершенно верно Ну, очень хорошо В заявку мы вводим стратегического партнера, частное предпринимательство Которое, ну, это заявка в рыболовство И, соответственно, ну, компания, которая занимается рыболовством А вот эта компания будет его использовать, как-то внедрять Она будет внедрять, да, использовать Да, какие-то там получать какие-то от этого доходы Доходы, прибыли там И будет делиться ими там с детским домом, в частности Да, вот, очень хорошая идея Роберт Юрьевич, приоткрою вам немножко завесу Давайте В этой бумажной канители есть еще одна сторона вопроса Которая мало, как бы, озвучивается И широкое общество об этом не знает Какая? Когда в твоей структуре, в твоей империи Есть департамент, который ведет вот такую деятельность Которая отображается на балансе То это очень интересным образом оказывает положительное воздействие на налогообложение Там включаются особые статьи На оптимизацию налогов То есть по-другому это называется оптимизация налогообложения Но это структуре Так товарищ, как у вас дела? Сдаем заявку Расскажите, что происходит сейчас Вы, вот все бумаги, которые были в папке Это первичное окно для приема заявлений Это окно первичных документов Да, когда что-то изобретается, описывается Ты приходишь сюда Делается научная работа Это научная работа сдается суда Это окно Это государственное окно Государство Документы заходят Государство в дают справку приоритета Государство приняло документы к учету То есть там сидит государство? А там дальше А это уже секретная служба Секретная служба? Они же получают секретную информацию И государство гарантирует неразглашение Ага Забавно, как там все устроено-то Вот, пусть руки из-за будет, да? И в конце концов, значит, они решат, что вы сделали изобретение И надо вам выдать патент по закону И вы дадут положительное решение о выдаче патента Потом еще подождете, там сколько-то времени, полгода И выдадут патент В принципе, положительное решение Это уже считайте, что вам выдали патент Потому что практически дальше оно не меняется Не меняется Да-да, изобретение Оно просто пасковничает И немножко будущего Олег планирует такую же работу сделать в Китае Взять изобретение И вместе с китайскими коллегами, товарищами, партнерами Это так или не так? На китайской территории провести патентование? Да, и на китайской Патентуется, во-первых, в каждой стране отдельно Есть, правда, евразийский патент Который входит в несколько стран И СНГ, там и прочее Для чего Олег это делает? Есть и братьевский патент, который тоже объединяет несколько стран И есть отдельные... Вообще говоря, чтобы все запатентовать как следует Нужно в разных странах запатентовать Ослав, я не буду сейчас отвечать на тактические вопросы Да, конечно, какие-то ваши деловые дела Уловили, месседж понял Олег, я понял Секунду, мы потратили несколько часов, чтобы сюда добраться Хороший задник Флаг развивается, институт промышленной собственности Интерьер что-то говорит Вы сказали, что не хотите отвечать на тактические вопросы Отлично Я попрошу сейчас для наших зрителей Которые не поленились Смотрят эти минуты, которые тикают Как мы ходим, документы Они вместе с нами сопереживают это мгновение Если вы не хотите рассказать о тактике То прошу вас рассказать о стратегии Потому что за подачей документов Понятно, что стоит нечто большее Чем просто оформление одной из полезных моделей Здравствуйте, для чего? Моделирование частного государства Включительных имущественных прав Да Об этом очень много роликов Нет Нет У нас какие-нибудь есть общие вопросы? Нет Я вам задал вопрос по поводу руны Чтобы вы дешифровали эту руну Я вам ее дал Значит, это устройство, да? Значит, я Ну, раскрою, пожалуйста, Олег Ну, вот еще раз Для тех, кто не видел наших зрителей Я вам дал вот такое устройство Которое раскрывается Складывается Которое имеет множество в районе А что вы от меня хотите по поводу этого устройства? Чтобы вы дешифровали его своим компьютером Но свои технологии Это слишком Как слишком? Ну, все слишком Это нормально Значит, я... Ну, фактически то, что и требуется бизнесу Бизнесмен говорит Слушай, дорогой ученый Ты меня не парь Я за свою жизнь таких, знаешь, сколько повидал И денег вкладывал И все просвистели Все мимо как бы Каких денег? Я не... Я вот заказчик Есть устройство И вот расскажи, каким образом Это потребитель увидит и скажет Хочу Вот емко Ну, я вам скажу, что Вот, подержите Это вообще для меня Дескелепит Это вещь Для этого Для того, чтобы Ну, вообще, у меня цели никакой нет Связанной с этим вашим устройством Это всего лишь прикладная вещь Это у вас Это проверка на Прикладное Кто кого проверяет Ситуацию проверяет Есть потребность Да мы исследуем ее Мы ее исследуем Мы исследуем Относительно Я вам не мешаю Вот мы к вам приходим как к эксперту Пришли к эксперту Сказали Здрасте Вы эксперт Значит, приходите ко мне как к эксперту Если бы я был А я не являюсь экспертом Если бы я был настоящим экспертом Тем более в этих делах Вот Возможно, что эта консультация Стоила бы, ну, долларов 500 в час А может быть и больше Если бы я был настоящим экспертом Потому, сколько вы Умеете говорить И сколько у вас Об вас информации Мы бы с вами разговаривали Остаток нашей жизни Ну да, конечно То есть я бы с вас по 500 долларов В час Сшибал бы Если бы я был Экспертом Тем более по этой области Кстати Вот иногда мне говорят Слушай, говорят Ты свой дешкомпьютер Давал специалистам А я говорю А этот Братья Райт Они давали специалистам А специалистов-то и не было Они изобрели самолет А им говорят Иди, говорят К специалистам по паровозам Или даже по телегам Они тебе про самолет расскажут Какие они специалисты Нету специалистов по изобретениям Кроме самого изобретателя Изобретатель является первым Единственным специалистам По своему изобретению Больше других нет Никому не надо идти И ничего спрашивать Самому надо Так сказать Рассказывать, толкать, изучать И так далее А вот все эти экспертизы И потом рецензии И так далее Это платное все дело Есть люди, которые на этом зарабатывают Я на этом не зарабатываю Я иногда, конечно, что-нибудь комментирую Где-то сможет расписать Говоров Векторные графики С углами Что да как Говоров Владимир Иванович Сначала звоним Черняеву Как говорится Мы так и не услышали 10 позиций, которые вы хотели бы сделать Он мне не дает все сказать Как не дает Мы пишем, пишем, пишем Ничего не пишет Не можно надо уехать А вот я хотел, чтобы это Олег услышал Я что виноват, что он торопится Я видео посмотрю Это же современные технологии Вы же все расскажете А мы посмотрим это все на видео Я стремлюсь рассказать именно на видео Почему? Чтобы многие люди посмотрели, что заходит Спасибо за компанию Так, а где автобусная? Вон там остановочка Ну пойдем потихоньку К автобусу Но я вам расскажу У меня батарейка садится А вторая батарейка уже там Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому